Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем наше интересное путешествие в страну кулинарии. Сегодня, как я уже и говорил до этого, мы пока никуда не уезжаем из Древнего Рима, потому что это вечный город. И, как я уже говорил ранее, вообще вся история Рима, она как бы делится на три части. Эпоха царей, но о нем говорят очень сложные какие-то вещи, поэтому мы не будем вдаваться. Вот в первой части нашей программы прошлой мы говорили о Риме времен республики. И я тогда же вам обещал, что во второй части, почему наша программа называется «Римские перы», мы будем говорить о эпохе императоров. То есть это такая грандиозная эпоха, которая вам более-менее известна по фильмам, когда уже были императоры, были гладиаторы и все, что с ними связано. Итак, мы опять в Древнем Риме. Вот сейчас вы опять увидите эту великолепную картинку Колизея, сооружение, которое было в те времена, в ту эпоху, одно из самых грандиозных. Но вот оно сохранилось до сих пор. А вот что происходило в этом Колизее, обычно говорят, что там происходили гладиаторские бои. Но это не совсем так. Дело в том, что оказывается, вот совсем недавно археологи узнали, что там вот внизу под землей, под самим Колизеем, находились клетки, где был как бы зоопарк такой. То есть там находились животные, и все жители Рима спускались туда и посещали это как зоопарк. Ну а на арене уже потом, в период гладиаторских боев, в период правления Цезарей, там уже происходили вот эти страшные, ужасные представления, когда люди бились животными, и люди бились между собой, вот эти гладиаторские бои. Но наша задача не о гладиаторах, а о том, как все-таки развивалось питание, вот от чего оно зависело. Дело в том, что когда я вам рассказывал о республиканском правлении Древнего Рима, то мы говорили, что там в основном, ну, не очень достаточно было пищи такой. Но Римская империя, то есть Римская республика, которой управлял Сенат, она начинала постепенно развиваться. И вот тогда, когда Сенат был разогнан, так будем грубо говорить, и появились императоры, то главная цель каждого императора, значит, он ставил своей целью покорить большую часть других территорий. И вроде может так показаться довольно странным, что политика и еда, вроде как бы две вещи несовместимые. Но это не совсем так. Дело в том, что каждый император, завоевывая новые земли, он привносил вот в меню римлян какие-то новые продукты. И каждый старался друг перед другом, чтобы, так сказать, перещеголять. Вот там такое вот было соревнование в еде. И чем интереснее были продукты, чем они были насыщенней, вот тогда и считалось, что вот император подарил римскому народу вот это, 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 это. Но об этом чуть-чуть попозже. Вы все помните самую знаменитую фразу «хлеба и зрелищ». Дело в том, что до того, как Рим стал империей, завоевывал новые земли, римляне питались достаточно скромно. И об этом я вам рассказывал в первой части нашей передачи. Но самое главное, что вот эти вот императорские завоевания, они отразились и в быту римлян. До того, как во времена республики римляне работали, они что-то делали, они старались для укрепления своей родины, своей страны. Но как только начались завоевательные войны, появилось огромное количество рабов. И тогда же, тогда же придумали вот такую вот вещь, внесли в законодательство, что граждане Рима, то есть, ну, которые вот римляне, которые не рабы, они были свободными гражданами. А поскольку появилось большое количество рабов, то римляне практически вот в эпоху империи, они вообще прекратили работать. А зачем работать, когда у нас тут рабы, они всё будут делать вместо нас. Это послужило, кстати, я забегаю чуть-чуть вперёд, послужило тем, что потом, впоследствии, Римская империя пала. Именно потому, что уже никто не хотел ничего делать. Это, ну, такая тенденция всегда была у всех великих империй, почему они разрушались. Многие историки спорят, говорят, а почему вот рухнула империя, вроде такая сильная была, вроде там. А потому, что никто уже не хотел из, так сказать, жителей, коренных жителей работать, а вместо, а пусть рабы работают. Вот такая вот вещь. Когда вот после Рима мы с вами, я потом в конце программы скажу о Византии, та же участь постигла и Византийскую империю. Ну, об этом уже там в следующих передачах. Так вот, мы возвращаемся вот в период эпохи императоров. Дело в том, что когда захватывали огромное количество рабов, то, естественно, огромное количество всяких вещей. А в основном это было золото. И вот, если в первой передаче я вам говорил о посуде, что сначала это была медная посуда какая-то, а потом, значит, серебро. Помните, я вам в первой передаче, кто не видел, я просто напомню, что по, так сказать, законам Римской Республики в доме разрешалось иметь только одну серебряную соломку. Если там будет больше серебряных приборов каких-то, любых, то, значит, человек должен быть наказан. То теперь, когда уже серебра было достаточно, уже даже в средних слоях населения Древнего Рима использовалось серебро как просто обычная столовая такая посуда. А вот уже у достаточно богатых людей, у зажиточных римлян уже было золото. Золото, стекло. Мало того, что вот всякие стеклянные изделия, там фужеры, как мы вот так будем говорить, так похожие на наши фужеры, современные на тонкой ножке, они еще украшались драгоценными камнями. То есть это уже считалось, что вот человек действительно достаточно зажиточный и достаточно богатый. Но вот если вы помните, вот в начале передачи я сказал римские пиры. Так вот мы вернемся к этим римским пирам. Дело в том, что именно Рим своими пирами вот этими безрассудными прославился в веках. И сейчас мы подойдем, откуда же пошли эти пиры, что они из себя представляли и что там подавалось. Ну, перед тем, как мы перейдем к пирам, хочется сказать о хлебе. Дело в том, что я вам говорил, что хлеб, он считался в Древнем Риме всегда, ну, самым главным продуктом хлеб и вино. Так же, как и в Древней Греции. Хлеба были самые разные, и пшеничные муки, и зечменные, смешивали. Получался белый хлеб, серый, черный, об этом мы говорили. Еще хочу напомнить, что вот в прошлой передаче я говорил, что ценился очень хлеб с изюмом. Потому что вот древние римляне очень любили изюм. Но самым считается, ну, таким очень дорогим хлебом и самым великатесным был хлеб с инжиром. Ну, вот слегка о хлебе. Далее, вот что я вам еще хочу сказать. Дело в том, что в раннем развитии своего государства римляне сами пекли хлеб. А поскольку потом начались завоевания, и, как я уже ранее сказал, были рабы, то римлянки, хозяйки, ну, так скажем, обленились. Для них это была уже тяжелая работа – печь хлеб. Поэтому уже появились пекарни. А вот если говорить о, вообще, о, так сказать, о лене римской, древней римской лене, то уже дошло до того, что уже были повара. Уже повара. Но это они уже появились гораздо позже. Но до поваров мы еще дойдем. А сейчас мы вернемся к пирам. Дело в том, что вот эти вот пиршества, если во времена республики они были достаточно скромными, и там был определенный, так сказать, распорядок, этикет, что подавать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Вот в эпоху уже цезарей все эти вот нравственно-этические, так будем говорить, нормы были нарушены. А вот я сейчас вам приведу один интересный такой рецепт. Вот знаменитый римский писатель Петроний и его знаменитое произведение «Сатирикон», которое было написано в первом веке нашей эры, рассказывает о том, что приносилось на пир. Дело в том, что там очень было много, я тоже попозже вам расскажу. Вот один момент такого пира. Что приносилось? Поросенок, увенчанный колбасами, можете себе представить. Птичьи потроха и тыква. Сырный пирог, холодный, но политый горячим медом. Обложенный фасолью, горохом, орехами и персиками. По куску, большому куску медвежатины. Последняя перемена состояла из мягкого сыра, виноградного сока, улиток по одной на каждого из пирующих. Я сейчас чуть-чуть отвлекусь и поясню. Дело в том, что виноградные улитки считались большим деликатесом, поэтому их не просто вот выносили на блюдо на таком и бери сколько хочешь. Вот по одной, на каждого. Рубленных кишок, печенки, яиц, сваренных в мешочек, репы, горлинки, тунцы. А в заключение обета в круговую было пущено глубокое блюдо с маринованными оливками. Дело в том, что вот этот рецепт, это не рецепт Цезаря. Это обыкновенный обет, так будем говорить, даже не пир, просто обет, а богатого римлянина. А вот попозже я вам расскажу, что такое вот пиры, вот когда Цезаря отмечали. То есть вы можете себе представить вот из вот этой вот маленькой выдержки, которую я вам прочел, что вообще происходило на этих пирах. Теперь о поварах. Дело в том, что в начале вот в республике поваров практически не держали. То есть если люди хотели устроить пир или пригласить к себе гостей каких-то, а они поваров просто заказывали. Ну, так приглашенные такие повара. В основном это были люди, торговцы, которые продавали птицу и мясо. То есть они понимали в мясе, как его разделывать, как его готовить. Вот такая вот вещь была. Но, а потом уже в каждом доме, в богатом доме, так будем говорить, даже у римлян среднего достатка уже появились такие вот повара. Ну, всем известно, что потом вот в дальнейшем каждый зажиточный человек, у него был повар или поварик, который готовил. Единственное, что там хозяйка или хозяин, это зависело от того, кто в доме был главный, вот, он просто следил, он заказывал. Я хочу это, это, это. И повар уже шел на рынок, выбирал те вещи, продукты, которые вот нужны для приготовления определенных блюд, которые заказал хозяин. А вот еще очень интересная такая вещь. А вот всем известно такое слово «ножницы». Но мало кто из нас знает, что это пришло к нам из Древнего Рима. Сейчас я вам попытаюсь объяснить, откуда это произошло. Дело в том, что когда собирались гости, в основном в Риме подавали все это целыми какими-то, ну, большими, большими, такими достаточно большими кусками. Например, заяц или кабан какой-то, или там косуля, все это приносилось. И были специальные люди, которых приглашали, за это, естественно, платили деньги. И они вот резали все это кусочками. И вот по желанию, допустим, я захотел там вот эту часть, вот эту часть. И вот их называли ножницами. То есть они разрезали вот то блюдо, которое подавалось целиком. Далее. До, так сказать, если мы будем брать начало вот этой эпохи, то римляне вообще питались два раза в день. Иногда был, ну, какой-то легкий ужин, но это было по желанию. А в основном это были завтраки. Завтрак и обед. Вот что составлял собой обед. Дело в том, что первый завтрак, значит, что там было в первом завтраке? Это хлеб, размоченный в вине. Ну, как я уже говорил, что и в Древней Греции, и в Древнем Риме, значит, вино всегда разбавлялось водой. То есть это была лепешка хлебная, размоченная в вине, разбавлена водой. А для тех, кто себе мог позволить, вот в эту жидкость, вода с вином, добавляли мед, ну, чтобы было послаще. Дальше там были орехи обязательно, обязательно был изюм, молоко и яйцо. Но это, в принципе, в принципе, это была еда, ну, среднего класса, если так можно выразить современным языком, среднего класса, то есть средний уровень жизни древних римлян. А вот бедные слои населения, и завтрак состоял в основном из, как вам покажется странно, из хлеба, вина. Но они добавляли еще всегда, вот, это была такая вот обязанность, это каша. Какая-нибудь густая каша из полбы, ячменя или из других каких-то зерновых. Она была достаточно густая, наваристая и издабривалась, как всегда, обильно оливковым маслом. Но вот такая вот еда дневников. В обед, то есть как бы вот обед, он проходил днем, вот здесь он был достаточно насыщен. То есть туда входили обязательно мясо, хотя в Риме мясо, ну, как бы не очень каждый день давали мясо, потому что считалось достаточно дорого. Так вот, но рыба, это было обязательно рыба, овощи и на десерт, как всегда, фрукты, компоты, соки. Ну и, естественно, вино, разбавленное водой. Но, кстати говоря, в ранний период, вот в ранний период, хотя вино постоянно присутствовало, если кто помнит наши предыдущие передачи, что мы говорили о Греции, когда о древней, то ни в Греции, ни в Риме в раннем периоде, я подчеркиваю, вот в раннем периоде никогда не было пьяниц. То есть, как бы, нация была достаточно здорова. И еще вот такая вот вещь. Дело в том, что, когда мы говорим уже о периоде Цезарей, вот все фрески, допустим, если мы вспоминаем республиканское правление там, то было очень много бытовых сцен различных, интересных. То вот те фрески, которые археологи нашли уже в период империи, там все фрески, они почему-то изображали только пиры. Вот сейчас вы посмотрите. Вот в основном вот сюжеты уже не было о богах, не было о каких-то там героях. В основном все это выражалось в том возлежание, чаши, пиры. То есть, вот как бы такая вот, будем говорить, пиромания не в плане поклонения огню, а вот именно от слова пир, то есть еда. Вот почему-то очень много вот таких вот вещей сохранилось, а вот бытовых каких-то зарисовок, сцен не было. Дальше. Вот я чуть-чуть вернусь назад, когда я говорил вам о том, что уже посуда была и золотая, и все. И вот у римлян, уже римляне знали две ложки. То есть, хотя уже в Египте в древнем были ложки, в Вавилоне были ложки, но они как-то мало использовались. А вот в Риме было два типа ложек. Одна ложка прообраз нашей вот ложки, которую вот мы едим первая, а вторая ложка, она напоминала чайную ложечку вот нашу, которую вот мы там чаяли, кофе. Но была маленькая одна у нее особенность. Вот кончик этой ложечки, он был заострен, и там был вот такой вот маленький-маленький такой вот типа иголочки такой. Почему? Что это? Это не для того, чтобы мешать там чай, кофе там или какие-то напитки. А я вам сейчас объясню почему. Потому что вот эта ложечка, вот именно вот эта иголочка, которая там была, она для чего предназначалась? Для того, чтобы вскрывать раковины и потом этой ложечкой вычерпывать то, что содержимое раковин. А еще эта вот такая иголочка позволяла пробивать отверстие в яйце с двух сторон, и яйцо, сырое яйцо выпивалось. Это считалось тоже лакомством. То есть вот такое вот было приспособление у них. А потом, возвращаясь к тому, что вот мы говорили о еде, то есть я вам рассказал, что входило в меню у и у богатых, и у средних, римлян и более у бедных. Но у всех у них главное было – это обилие чеснока и лука. То есть это как бы уже вот наряду с хлебом, это было обязательно. Если на столе нет лука или чеснока, то стол считался, ну, как бы уже и не стол. Вот, поэтому такой римский философ Варвон, он однажды сказал, я могу своих соотечественников узнать по запаху. От них все время разит чесноком и луком. Ну, хотя в Риме и не было холодных зим, и тогда еще не было никаких эпидемий гриппа, но вот они вот как бы так себя, свой организм защищали именно чесноком и луком. Далее, впоследствии у римлян уже, поскольку начались завоевания, уже достаточно они были богатые, то есть те граждане Рима, не рабы, естественно, уже было трехразовое питание. То есть у них уже было два завтрака и обед. Ну, у некоторых был еще ужин. Что входило в завтраки? Первый завтрак у них начинался по, будем говорить так, по древнеримскому времени, по тем часам, с 7 до 9 утра. Значит, он был достаточно легким. Сейчас мы посмотрим. Вот такой вот завтрак. Это легкий такой завтрак у них был. Туда входил хлеб, мед, финики, маслины и сыр. Ну, а у очень богатых, это была, в первый завтрак входил еще ветчина или холодное мясо. Второй завтрак был где-то в районе, ну, также по местному времени, древнеримскому, с 11 до 12. Он уже был как бы более существенным таким. Туда входило уже мясо, рыба, овощи и изюм обязательно, финики. Ну, это уже на десерт было. Но он был достаточно плотным таким вот. И вот я уже говорил, что один из древнеримских философов назвал себя, называл вообще римляне, это большие кашееды. И там, естественно, была каша. Уже в это время, вот в этот период римляне уже завоевали большую часть территории. Не только вот Европы, там, вот если так вы представите себе мысль на карту, то это была уже Испания, Британские острова, я уже не говорю о Африке, то есть Египет. И, естественно, были завоеваны восточные территории. Оттуда появился рис, откуда он пришел. Римляне узнали, что такое рис. Вот рисовая каша у них тоже была очень почетна. Но это стоило достаточно дорого, это только могли употреблять достаточно богатые люди. Так вот, все каши, неважно, рисовая, это была полба или другие, там, из других зерновых культур. Но обязательно она была сдобрена не только маслом, но в кашу добавлялись инжир, финики, изюм, вообще все сладости, абрикосы. Вот любили они, вот древние римляне, вот такая вот каша у них была. А вот вдобавок ко всему, почему у них было два завтрака, сейчас я вам объясню. Дело в том, что средние слои населения Рима, которые занимались, служили госслужащие, так будем грубо говорить, от каждого, ну, муниципального, тоже современным языком выражаясь, чтобы вам было понятно, департамента, они еще получали, ну, такую вот прибавку, такая вот, ну, продовольственная корзина, в которую входило масло, сыр, естественно, вино и соль. То есть это им выдавалось помимо жалования, и поэтому они могли себе позволить второй завтрак. А вот видите, так вот, так сказать, госслужащих поддерживала казна, императоры поддерживали. Вот у них была такая традиция. Потом впоследствии уже, когда в эпоху уже более позднюю, этот закон был отменен, но я не думаю, чтобы госслужащие, поскольку уже Римская империя была настолько сильна, что они страдали от того, что им не выдавали вот эту вот продовольственную корзину. А самое главное, вот теперь мы подошли к тому, о чем я говорил, о пирах. Вот почему римские пиры мы назвали эту нашу передачу, потому что по размаху ни одна империя, я имею в виду древности, не могла превзойти римские пиры. Сейчас я вам просто прочитаю один из моментов, что приносилось на этих пирах. Это один из моментов, то есть я не рассказываю обо всем пире. Значит, что приносилось? Устрицы из северных морей, дрозды со спаржей, пулярки, тушеные морские моллюски, запеченные в тесте цесарки, белые черные каштаны, кабан, поданный целиком, но состоящий из десяти частей, приготовленных по-разному. Вот, понимаете, для меня это вот загадка, я не мог найти нигде. Вот, значит, вот целый кабан, но его вот десять частей кабана, они приготовлены по-разному. Как это делалось, вот для меня это остается загадкой. И, по-моему, для всех кулинаров они не могут понять. Ну, кабан, значит, вот кабан, вот зажарили кабана. А как вот целого кабана? Вот, значит, вот эта часть сделана так, вот эта сделана так, вот здесь такой, соус здесь такой, и все, чтобы это не смешивалось. Вот такая вот вещь была для меня, честно говоря, странная. Но оставим кабана в покое. Значит, вот к этому кабану, который там десять частей были по-разному приготовили, к нему подавались репа, салат, редька и острый соус из морских рыб. Что такое острый соус из морских рыб? Вот здесь вот в этом рецепте не указывается, но я нашел. Значит, это бралась рыба, которая варилась в вине и уксусе. И, значит, варилась до тех пор, пока кости не размягчались. Потом, значит, вот это все перемешивалось, получалась такая кашица. Туда добавлялись семена горчицы и всякие-всякие-всякие приправы. Вот такой был острый соус. Вот такой соус из морских рыб. Потом подавалась огромная мурена. Ну, вот кто смотрит передачи там в «Мире животных» еще. Мурена – это считается морской угорь, но на самом деле это достаточно такое агрессивное морское животное. Она ядовитая. И вот только в Японии устроили такое шоу, я отвлекусь от Древнего Рима, там устроили такое шоу, когда вот ныряльщицы, они с муренами как бы, ну, играют. То есть, как бы дрессировка мурен. Хотя это дело очень опасное. Так вот, огромная мурена с гарниром из морских раков. Ну, морские раки – это омары, понятно, да? И соусом из оливкового масла, уксуса, макрели и различных овощей, приготовленных в красном вине. Далее подавалась гусиная печенка, испанские зайцы, вот видите, испанские, значит, вот такие вот итальянские зайцы там, или там английские, французские зайцы, ну, территорию, которую сейчас мы называем так, Фракия. Они, вот испанские, именно зайцы вообще, если честно говорить, римляне очень как-то очень странно все это, вот они делили. Вот испанские зайцы лучше, чем, допустим, зайцы итальйские или греческие. Ну, это дело вкуса, видать, было виднее. А вот, вот испанские зайцы, утки, вот тоже утки, не просто утки, вот понимаете, просто поймали утку, и вот утку. Но утки откормлены инжиром и изюмом. Ну, наверное, утка, которую кормили инжиром и изюмом, наверное, мясо у нее было гораздо слаще, чем если бы она питалась, допустим, каким-то зерном. Ну, и, естественно, фрукты. Это вот такой вот маленький кусочек вот такого римского пира. А теперь у него все главным пиром. Дело в том, что вот это то, что я вам рассказал, это не являлось как бы пиром вот такого глобального какого-то масштаба. Это был обыкновенный пир, обыкновенный обед, так будем говорить, даже не пир. А уж если говорить о пирах, дело в том, что в свое время один римский полководец, Лукул, устав от военных всяких операций, от походов военных, он вернулся в Рим. Но дело в том, что прославился он не как полководец, а как гуляка, который устраивал грандиозные пиры. Поэтому вот, так сказать, у нас вот в русском языке, ну и в других языках появилось вот такое вот выражение «Лукулов пир». То есть, когда вот мы приходим в гости, вдруг видим шикарно накрытый стол, он говорит, оу, Лукулов пир прям начался. Так вот, что этот Лукул делал, какие пиры. Сейчас вот посмотрите, вот я просто чуть-чуть назад возвращаюсь. Вот посмотрите, пожалуйста, на картинку. Дело в том, что мы привыкли считать, что вот вы видите, что вот этот римлянин пьет из рога. Но заметьте, не так, как вот мы привыкли вот на Кавказе, там дают тебе рог с вином, и вы пьете из этого рога. А вот вы видели, что, значит, из самого такого тоненького. Дело в том, что там специально рог обрамлялся, и там была такая, ну, как бы заглушка. То есть вино наливалось, а потом, значит, вот эту заглушку вытаскивали, и вот человек вот так вот, подняв голову, пил вино. Чтобы, во-первых, не забрызгать себя вином, потому что я не знаю, как вы, но вот я пробовал, когда был на Кавказе, кто пьет из рога. Это очень рискованно, потому что неправильно повернув его и сделав какой-то угол, можно просто вот вино остаться у вас на рубашке или на свитере, а не попасть туда, куда оно должно попасть. Так вот, о лукуле. Лукуловы перы. Если рассказать вообще меню лукуловых перов, то для этого нужно специальную передачу. Поэтому я выбрал, так сказать, только один момент этого лукулого пира. Сейчас я вам прочитаю. Слуги вынесли тушу быка, жареного на вертеле, фаршированного диким кабаном. Кабан тоже был фарширован ягненком. Внутри ягненка находились гуси, фаршированные перепелами, а перепела фаршированные соловьями. Вот просто себе представьте эту картину. Вот, к сожалению, на этом описание заканчивается, вот этого блюда. Но мне кажется, что если бы древние римляне захватили Южную Америку, то вот соловьев они бы, может быть, нафаршировали птичками калибри. Потому что они вот могли вместиться туда. Вот такая была вещь. Потом еще, что очень интересно, вот на этих перах особой популярностью пользовались, ну, так будем говорить, сюрпризы. Как это делали повара, я до сих пор понять не могу. И объяснить мне, вот я пытался разговаривать с теми людьми, которые профессиональные, так сказать, повара. Они мне говорят, Володя, ты знаешь, такое невозможно. Ну, не знаю, возможно это невозможно в современных условиях, но в Риме это было возможно, и тому есть подтверждение. Дело в том, что когда вот трапеза в разгаре была, то есть все было, считалось особым шиком, когда приносили, допустим, тушу кабана или косули, ну, какого-то крупного животного. И когда его вот те люди, которых называются ножницами, ну, разрезали, оттуда вылетали черные дрозды, живые. И это приводило публику в неописуемый восторг. Вот как это делалось до сих пор, для нас, современных людей, загадка. То ли они сначала делали эту тушу, а потом несчастных птичек туда запихивали и зашивали. То ли эти птички там находились внутри. Ну, хотя, если бы они находились внутри во время вот того, как тушу вертели-навертели, наверное, они бы не вылетели. По крайней мере, мне так кажется. Не знаю. Далее. Дело в том, что вот когда начинались эти пиры, обычно можно было пригласить с собой кого-либо в гости. И этот человек, я вот напомню, что в Древней Греции, кто смотрел передачу, кто не смотрел, я просто так чуть-чуть отвлекусь. Вот дело в том, что в Древней Греции тоже, когда приходили на какой-то званый пир, можно было с собой пригласить любого гостя, который не участвовал там ни в складчину, то есть не вносил ни денег, ни продуктов, ничего. Так вот, их называли параситами, то есть отсюда слово паразит. Но это я напоминаю, если кто смотрел передачу о Древней Греции, они знают. А вот в Древнем Риме тоже можно было пригласить любого человека с собой, гостя такого, и он назывался тенью, то есть тень. То есть он все время ходил вот с этим человеком, который его пригласил. И тогда, когда садился этот человек, он всегда сидел рядом. И ни у кого не возникало вопросов, кто этот человек, почему он здесь. И вот такая вот была вещь. Дело в том, что вот раньше, то есть римляне взяли эту традицию у древних греков, когда завоевали Грецию, то есть не было ни стульев, ничего. То есть были такие ложи. Ложи были сделаны так, что они были чуть-чуть приподняты к столу, чтобы человеку было удобно. Значит, вот это ложи было накрыто материей, и там были специальные подушки. Дело в том, что когда гости приходили, они, естественно, снимали обувь, рабы им мыли ноги, они снимали свои нарядные одежды, одевали легкие тоги, чтобы не запачкаться той едой, поскольку ели в основном руками. А еще подушки для того, чтобы было удобно есть, то есть они на левый локоть облокачивались, а правой рукой брали то, что им приносили. А такие были маленькие столики. Или рабы подносили просто на таких вот серебряных круглых подносах еду каждому. То есть вот то, что человек заказывал, вот эту вот еду. Далее. Хозяин обычно перед тем, как приступить к трапезе, он сначала читал меню и называл названия блюд и говорил, из чего они сделаны. Потому что вот такого понятия, как у нас, там, бефстроганов, мы уже знаем, что это мясо, там, голубцы, там хозяин изощрялся и придумывал различные названия. То есть это могло называться как угодно. И когда люди, значит, гости в недоумении, что это такое, значит, он им рассказывал, из чего это сделано, чтобы не вводить их в заблуждение. Вот такая тоже была традиция. И потом далее, когда уже Римская империя триумфаторов, значит, развивалась, вот вся эта эстетика, как бы, она переросла уже. То есть вот нормы, вот эти нормы, правила поведения за столом перестали существовать. Их уже никто не слушал. И поэтому потом вот эти все пиры превратились просто в какой-то, вот отсюда есть такое понятие, как вакханалия. Потому что вот, если вы сейчас видите картинку эту, вот это вот, римский пир уже в период заката Римской империи. То есть это была чистая вакханалия, когда уже пили, неразбавленное вино. И не было того, что было во времена республики, когда во время пира велись дискуссии, споры. Многие даже перед тем, как попасть в гости, ходили специально в библиотеку, изучали какие-то материалы, чтобы блеснуть своим умом. Ну, здесь вот как то, что вы видели на предыдущей картинке, уже никто блистать ничем не мог, кроме того, что то, что вы видели. Комментировать я пока это не собираюсь. Вот. И, как многие ученые считают, именно вот этот вот разгул, он и повлек за собой то, что вот Римская империя, ну, как бы, стала, перестала существовать. О том, что дальше было с Римской империей, мы поговорим в следующей нашей программе. Мы будем, мы с вами отправимся в Древнюю Византию, то есть, как ее называют, Восточная Римская империя, потому что вот Римская империя раскололась, как бы, на Римскую Западную империю и Восточную. Что происходило в Древней Византии, об этом я вам попытаюсь рассказать, потому что Византия тоже очень интересна, потому что она, как бы, располагалась сама империя на двух континентах, даже на трех. Это Северная Африка, Европа и Азия. И вот это вот смешение вот этих трех культур, конечно, повлекло за собой разные вещи, естественно, отразилось на пристрастиях, кулинарных пристрастиях. Вот. А мы, пока у нас еще есть время, мы, я вам хочу просто прочитать, что же, чем же питались в Риме вот разные слои населения. Например, вот меню в богатом доме, значит, сысал из закуски, в которую входил салат, вареные устрицы, рыба, яйца, дрозды со спаржей, паштеты с птицей, овощи мяса, каштаны, улитки. Значит, в обед входило мясное вымя, кабанья голова, рыба, утка, вареные черки, зайцы, жарко из домашней птицы, пироги, а на десерт был крем, бисквиты и фрукты. Это вот меню в богатом доме. А вот средний римлянин, значит, что у него входило в ежедневное меню, подчеркиваю, значит, закуска состояла салат, лук, соленая рыба, яйца. А вот обед состоял из каши, естественно, с колбасами, бобы, цыпленок, ветчина. А десерт, естественно, яблоки, изюм, груши, каштаны. А вот бедняки питались достаточно скромно. Они ели бобы, репу, чечевицу, горох, лук, чеснок, как я уже говорил, потому что это все ели. Вот специально не перечислял здесь. Баранину, свинину, но это было очень редко. Всегда был ячменный хлеб, не пшеничный, а ячменный, то есть это серый, не очень хорошего качества. И кислое вино. А вот горячую пищу бедняки ели один раз в день после работы. До работы, как бы считалось, нельзя есть кашу или горячую пищу. Это расслабляет человека, и он не может полноценно трудиться. Вот, в принципе, вот за эти две передачи о Древнем Риме я вам попытался рассказать о традициях, о меню, как жили древние римляне, чем они питались, какие у них были устои. Вот я попытался вам открыть. Хотя история Древнего Рима настолько богата, что вот в течение двух передач рассказать об этом невозможно. И, как я уже сказал вам, в следующий раз мы с вами отправимся в Древнюю Византию и узнаем, как жили древние византийцы или, грубо говоря, Восточная Римская империя.